Привет! Меня зовут Светлана. Сегодня 11 сентября 2021 года и у нас в программе всё по традиции. Первая часть видео будет посвящена отчёту и впечатлению по вышивке, а во второй части видео мы отправимся в так полюбившееся нам Средневековье. Сегодня на поиске святого Грааля, этой неясной и загадочной реликвии, одного из самых интересных и легендарных символов, несущего в себе неслыханную мощь. Ну а пока вернёмся к первому пункту. Напомню, я вышиваю картину «Любимая мелодия». Схему для вышивки разработала творческая мастерская «Артель Белый кролик» по картине художника Евгению Эдуарду Зампики. Размер схемы 576 на 420 стишков. В моём случае это крестик в два сложения нити. Вышиваю на конве 18-го каунта. В работе используется 200 цветов, из них 102 бленда. Ну что, друзья, переходим непосредственно. Вот уже образовалось непаханное поле деятельности для меня. То есть это означает, что я перемотала уже канву. Где-то была ручка. Значит, на прошлой неделе я вышивала, как мы видим, гармонь прелесть прелестная. Вот уже образовались пальчики второй руки нашего героя. И вот она, розочка, девица. Что интересно, друзья, отмечу, у каждого героя свой характер. Да, Джузеппе, он такой мягкий получается, добряк-весельчак. Терпеливый, всё выжидает, ожидает, как всё он вышивается спокойно и замечательно. Ну, розочка, вот эта девица, упрямая, строптивая, своенравная итальяночка. Да, подталкивает меня вперёд и вперёд. Хочу обратить ваше внимание, вот, я вышиваю в выделенной области, да, и должно было быть вот так. Ну, немножко я там один-два крестика обычно захватываю, если есть продолжение, но не больше. Мне неудобно, я вышиваю по схеме, электронной схеме с телефона, по саге, электронному приложению. И поэтому двигать туда-сюда мне крайне неудобно. В общем, один-два-три крестика я захватываю. А тут она, ну, настойчиво, настойчиво меня подталкивала вышивать. Вот так ей не терпится уже выскочить на канву. Да, вот такая. И я вышиваю и понимаю, что у них абсолютно два разных характера. Ну, понятно, что она девушка, молодая, активная. А он уже такой Джузеппе Весельчак с опытом жизни определённым. Но, тем не менее. И вот, что ещё я вышивала. Сейчас покажу карту, где поле деятельности хорошо видно. Вот получается у нас бутылочка с вином. И тарелочка появляется. В общем, вышивать очень интересно. С каждым шагом что-то появляется, новая какая-то деталь. Интересная, захватывающая. В общем, скучать не приходится. Очень интересно. Да, конечно, многоцветие. Многоцветие и ещё раз многоцветие. Сейчас я приближу, и вы сможете увидеть, сколько оттенков и сколько разных цветов приходится менять. и гармонь, и девица, розочка. Ну, у неё, конечно, есть пропуски. Я ещё не всё зашивала. Я борюсь с ней. Говорю, сначала будет Джузеппе. Но она со своим нетерпением, конечно, молодец. Очень насвтойчивая и своенравная. И я это уже чувствую, да. В общем, вот так мне удалось вышить около 4 тысяч крестиков. В общей сложности получается 38 тысяч. И в процентах 15,7 уже вышито. Ну, и понятно, как вы видите, перемотана канва. Это была борьба. Я уже как-то говорила, что у меня со станком ну, не складываются как-то вот отношения. Вот как-то с натяжкой у нас что-то. Всё мне не так. В общем, я ему станку сказала. Молись всем своим богам. Если я не смогу, чтобы меня устраивало перетянуть канву с пятого раза, всё, возьму себя в руки и пойду за топориком. А что делать? Вернусь к пяльцам. Подумаешь, я голден кайт 600 на 450, вот мастер игрушек, приблизительно такой размер стежков был в работе. Я вышла полностью, исключительно на пяльцах. Прекрасно отверточкой зажала, всё хорошо, натяжка меня устраивала, всё. Ну, а тут, конечно, станок. Мне и хочется, конечно, найти с ним общий язык. Ну, в общем, с пятого раза таки мне удалось более-менее натянуть. Ну, в общем, вот так. Я уже и Джузеппе говорю, давай уже помогайте мне. А иначе пойдём на пяльца и всё, подумаешь. Вот я вышиваю в выделенной области. Выделяю полностью на экран телефона. Получается 3х7, 21х2, 100. 2100 крестиков. Вышиваю от меньшего количества цветов к большему. Мне нравится, когда остаётся потом большая площадь. Я выключаю телефон, всё убираю и уже просто погружаю свои мысли и строчу, как на машинке, как говорится. Ну, а с единичками, конечно, летаем над схемой туда-сюда. Ну, ничего, нормально всё. Размечаю канву по ходу пьесы. То есть я загодя не размечаю полностью всё. Вот, вышила, закончила область и перемещаю. Здесь, как мы видим, я снова выходила за пределы. Не на 2-3 крестика, а чуть больше. Ну, как-то вот так меня потянуло. Ну, ничего, вообще мне это не свойственно. Кошечка моя, новогодняя игрушка, начатая на морях в отпуске, не продвинулась ни на один крестик. Я вот всё думаю, друзья, вот как у вас так получается вышивать по нескольку работ? Я не знаю, вот я, может, потому что соскучилась. Взялась вышивать Джузеппе, розочка, ну и не смогла оторваться. Хотя я каждый год перед праздниками новогодними, начиная, наверное, в ноябре, да, я отставляла всегда основную работу и принималась за вышивку новогодних игрушек. А в этом году думаю, ну попробую-ка я совместить. Начну пораньше, потому что по чуть-чуть будет использована работа над новогодними игрушками. Ну и вот что-то кошечка застопорилась. Однопроцессница какая-то неисправимая. Но я работаю над этим, конечно, попробую какой-то день, час, два выделять на новогодние игрушки. Я тоже их очень люблю. У меня остается, как правило, канва. Нитки у меня есть. Все, поэтому у меня есть схемочки из журналов. Вот надо как-то заняться. К Новому году. Я люблю новогоднюю тематику. Тоже в чарующие действия погрузиться. Ну, в общем, вот так, друзья. Впечатлениями я поделилась, продвижениями статистику вам озвучила. Вроде бы все сказала. Да, вышивается нелегко, потому что абсолютное многоцветие на бутылочке. Вот плетенка на бутылочке, защищающая вино и от света солнечного. А также бутылку мы помним в каком-то видео. Я рассказывала о таре средневековье, какие бутылки были хрупкие, пока они не поменяли печи дровяные на печи каменный уголь использовали. Тогда бутылочки стали, что позволяло дольше удлинять процесс изготовления. И бутылки стали прочнее. Сейчас начну. Ну, что, друзья. Ну, вот, вроде бы, вот такие дела. Джузеппе рад меня видеть. Я его рада. Розочка тоже там уже ножками дрыгает. Ей не терпится. Она тоже рада меня видеть. Ей хочется, эх, выскочить на канву. Ну, всё. А теперь, друзья, переходим ко второй части видео. Мы уже знаем, да, что кому нужно с собой взять в путешествие. Я постараюсь вставлять тематические картинки. Поэтому, если вдруг возникнет интерес на протяжении чтения, слушания, вышивания, посматривайте на экран. Возможно, вам будет интересно. Ну, всё, друзья. Берём с собой всё необходимое. И отправляемся в Средневековье. Легенды о святом Граале продолжают волновать воображение уже не первого поколения любителей тайн. Неясная, загадочная реликвия – один из самых интересных и легендарных символов, несущий в себе неслыханную мощь. Исток легенды о Граале лежит, по всей видимости, в мифах древних кельтов. В их преданиях святой Грааль – это каменный сосуд в виде чаши, сделанный из изумруда, который архангел Михаил выбил мечом из короны Люцифера. В некоторых легендах Грааль – это чаша, вырезанная из дерева. Эта драгоценная мистическая реликвия уцелела во время потопа. И в дальнейшем из этого сосуда на Тайной Вечере пил Иисус, и из него причащались его ученики. В святой Грааль, по словам старых преданий, также была собрана кровь Спасителя, пролитая на Голгофе. После казни Иисуса Грааль таинственным образом исчез. Распространена легенда, что чашу Грааля и копье, которым были нанесены раны Христу, сохранил и привез в Британию Иосиф Аримафийский. До сих пор бытует мнение, что Грааль некоторое время находился у альбегойцев, но после взятия Монсигура его там не обнаружили. Согласно еще одной версии, Грааль – некий священный камень, связанный с тайной, мистической жизнью Иисуса. Все последующие поиски пропавшей реликвии так и не увенчались успехом. Но возникло немало легенд, повествующих о приключениях святого Грааля. Слова святой Грааль часто используются в переносном смысле, как обозначение какой-либо заветной цели, часто недостижимой или труднодостижимой. Принципиально отличаются от вещественных версий чаша-камень предположения о том, что Грааль – выражение неких мистических духовных идей. Чаша Грааля – это состояние души, соединение человека с Богом. То есть найти Грааль – значит достичь просветления. Исследователей всегда интересовало происхождение легенды о Граале. Британские корни предания о чаше уходят в мифологию древних кельтов. Но легенда о чаше была переосмыслена в христианском духе. Согласно легендам, Иосиф Аримофийский, взяв чашу, из которой пил Спаситель в свой последний вечер, собрал в нее кровь Господа и с этой реликвией ходил по свету, проповедуя христианство. В своих странствиях Иосиф достиг Британии, где решил остановиться и основать монастырь, названный Гластенбери. По некоторым источникам, именно в этом монастыре и был спрятан Грааль, ставший впоследствии для людей воплощением Божией благодати. Основав монастырь, Иосиф создал монашеско-рыцарский орден, члены которого были первыми хранителями чаши. И они же, несмотря на отчаянное сопротивление, оказанное ими в V-VI веках захватчикам Британии Саксом, вынуждены были перевезти святыню в Сарас, местонахождение неизвестно, откуда Грааль, по одной из версий, был вознесен на небо, по другой остался в Гластенбери. Но старая церковь Гластенбери, помнившая, возможно, рыцарей круглого стола, сгорела в 1184 году. На ее месте была построена новая. А в традиционном веровании глубоко укоренилось мнение, что Грааль укрыт в подземельях аббатства. В этом варианте Грааль связан с преданиями о короле Артуре. Во времена правления легендарного короля Грааль был спрятан на дне древнего колодца, где-то в глубине острова. Рыцари круглого стола по приказу Мерлина отправились на поиски. В некоторых романах артуровского цикла Грааль находят и доставляют в камелот. Но чаша не принесла счастья королевству. Видя это, король Артур забрал ее с собой на таинственный остров Авалон и таким образом отвел беты от земли бритов. Сколько реликвия пробыла на Авалоне, неизвестно, однако в следующий раз следы ее отыскались лишь в XIII веке у еретиков из провансайского городка Альбин. И отсюда начинается история Грагаля Катаров. По легенде он был спрятан в подземельях Монсигура вместе с другими сокровищами еретиков-альбегойцев, древними манускриптами, хранящими тайную мудрость, таинственными реликвиями. Но когда крепость, последний оплот Катаров, пала, победители не нашли никаких следов Грааля. Еще одна группа исследователей считает, что сказание о Граале связано с тайным оккультным обществом, основанным в незапамятные времена и обладающим сокровенным знанием, которое передается из поколения в поколение. Среди этих совершенно разных теорий легенды Артуровского цикла выглядят наиболее привлекательно. Однако нет ни одного факта, который мог бы подтвердить их. Ну а гипотезу о тайном оккультном обществе разделяют в основном те, кто вообще склонен рассматривать все человечество как собрание тайных обществ. Языческие же корни легенды о Граале указывают на ее происхождение от очень древнего эндоевропейского мифа о магической посуде, символе жизни и возрождения. Впоследствии эта легенда наполнилась новым смыслом, приобретя христианскую окраску. Эта чаша – символический источник жизни и бессмертия, изобилия и плодородия, чудесный кормилец. Испивший из чаши Грааля получает прощение грехов. По желанию, она в мгновение ока дает любые блюда и драгоценности, а тот, кто пьет из нее, излечивается от всех недугов. Даже мертвые, стоит ей лишь коснуться их губ, пробуждаются к жизни. У кельтов чаша полная вина, пива или меда, которую юная девушка подносила вступающему на престол королю, является символом верховной власти. Со временем это значение переносится на чашу Грааля, на поиски которой отправляются рыцари круглого стола. Символика расположения Грааля в центре круглого стола, вокруг которого сидят рыцари, весьма близка к китайскому образу неба, которое имеет форму круга с отверстием посередине. Аналог чаши. В египетском символизме имеются ассоциации между чашей жизни и сердцем, как центром жизни. Иероглиф, обозначающий сердце, имел форму сосуда. Поиски Грааля и в языческой, и в христианской традиции – это возвращение в рай, духовный центр человека и Вселенной. Символ инициации, проверки через испытания и встречу со смертью в поисках скрытого смысла и тайны жизни. Поиски обычно предпринимаются солнечным героем, не имеющим представления о своей истинной природе. Например, парцифаль, воспитанный в лесном уединении юноша, одаренный рыцарскими доблестями. Или рыцарь Аскет, девственный Галахат, сын грешного, но величайшего из рыцарей, Ланселота. Грааль играл весьма значимую роль в тайной символике средневековых алхимиков. Вдыхающий новую жизнь Феникса и дающий вечную юность тем, кто ему служит, Грааль имеет отношение к символике философского камня. Он также выступает в качестве ковчега, в который заключены семена циклического возобновления жизни. Чаша святого Грааля, содержащая кровь, основу жизни, отождествляется с сердцем, а следовательно с центром. Грааль соединяет в себе два элемента. Чаша или сияющий кубок сердцем. Треугольник, поставленный на вершину, олицетворяет женское воспринимающее водное начало. А копию или меч, треугольник, направленный вершиной вверх, олицетворяет мужское активное огненное начало. Эти элементы объединены носителями жизни, кровью или священной жидкостью, стекающей в чашу. Жизнетворные обновляющие силы, излучаемые солнечным сосудом, и силы уничтожения, являющиеся в образе кровоточащего копья, заключают в себе двойное таинство. Соединение противоположных начал играло важную роль в алхимической трансмутации, превращении. В христианстве Грааль является неоднозначным символом. Надо упомянуть, что ни одно из преданий о Граале не признано официальной церковью. Ни один церковный летописец ни разу не обмолвился о святой чаше. Хотя во всех четырех Евангелиях говорится о человеке по имени Иосиф, который, увы, просил у Понтия Пилата тело распятого Христа и, обернув его плащаницей, положил в гробницу, высеченную в скале. Грааль упоминается только в апокрифах, но его образ весьма популярен в эзотерическом христианстве, где символизирует святое сердце Христа. Когда по преданию волшебный изумруд был отобран у Люцифера после низвержения последнего в бездну и из этого камня и был сделан Грааль, то, подобно Деве Марии, искупившей грех Евы, кровь Спасителя посредством Грааля искупила грех Люцифера. Таким образом, значение Грааля все больше связывается с муками Христа, с идеей добровольной жертвы и искупления. В христианской легенде Грааль был дан Адаму, но оставлен им в раю после грехопадения. Он до сих пор находится в центре рая, и его нужно снова найти. Новый искупитель обретет чашу и восстановит рай для человечества. Образ Грааля, бесспорно, нельзя полностью сводить ни к церковному таинству, ни к кельтскому мифу. Для рыцарской культуры средневековья важность Грааля как символа состояла в том, что он соединял дух рыцарских приключений, вольную игру фантазии, использующий осколки полузабытой мифологии и христианскую мистику. Эта чаша является символом благородства, чистых помыслов, душевного здоровья и стремления возвыситься. Ибо только те из ищущих, кто обладает абсолютной чистотой сердца, могут достичь успеха на своем пути. Всякий недостойный, приблизившийся к святыне, бывает наказан раной или недугом, однако может ожидать исцеления от той же святыни. Грааль – это тайна, которая открывается лишь самым достойным. Легенды о Граале возникли в Средние века как составная часть легенд об Артуре, а в письменной литературе появились на территории Франции в XII веке. Искатели Грааля – это рыцари короля Артура, которые отправлялись в свои мистические странствия из Артурова двора. Однако на этом сходство между их приключениями заканчивается. Хотя ни одна хроника не подтверждает, что кто-то из рыцарей нашел чашу и привез Артуру, местонахождение Грааля молва настойчиво связывает с легендами о короле Артуре и с уже упоминавшимся аббатством Гланстенбуре в Англии. Само название Грааль восходит к старофранцузскому редкому слову Грааль, обозначавшему большое блюдо под нос. Именно такую форму имел священный сосуд, о котором идет речь в старейшем из имеющихся текстах о Граале. Самый первый вариант повести о святом Граале это Персиваль или повесть о Граале опубликовал известный поэт и трубадур Кретиан де Труа около 1180-1182 года. Там Грааль описан как большое выложено драгоценными камнями блюда, которое по залам замка проносит дева. Эта повесть осталась незаконченной. Кретиан де Труа утверждал, что его рассказ основан на данных, которые он нашел в книге, принадлежавшей графу Филиппу Фландскому. Но это утверждение нельзя ни доказать, ни оспорить. В то время вообще считалось, что автор не может ничего сочинить сам и истинно лишь то, что содержится в старинных источниках. История, которая не была основана на старинном предании, не могла быть достойной внимания. И никого не смущало то обстоятельство, что истинность этих преданий проверить было невозможно. Поэтому кретен де Труа, как и многие после него, мог совершенно спокойно ссылаться на любой источник. Кроме того, в то время надо было крайне осторожно выбирать темы для романов и поэм. Языческие сюжеты могли навлечено автора «Гнев в церкви». Герой повести Кретена де Труа рыцарь Персиваль Уэльский упоминает таинственный замок Грааля и его волшебный кубок. Образ Персиваля основан на древней валийской саге о богатыре и в рассказах о нем часто говорится о магическом кубке, который обладал свойствами, полностью совпадающими со свойствами, приписываем Граалю. Образы валийского эпоса происходят от еще более древних кельских героев. Король Лир, например, родился от Лира одного из предводителей загадочного народа племени богини Дану. Этот народ, как рассказывает миф, прибыл откуда-то с севера, принес с собой на земле кельта в магические предметы, волшебный кубок, чудесное копье и непобедимый меч. В поздних легендах о короле Артуре эти предметы трансформировались в святой Грааль, копье, которым ранили Христа, и меч. О том, как Грааль попал в Британию, рассказал Роберт де Борн в поэме Иосиф из-за Римофеи, написанной около 1200 года. Как и Кретиан де Труа де Бон ссылается на рассказ из старинной книги, где говорится о том, как Иисус призвал Иосифа и дал ему Грааль чашу тайной вечери. Вместе со своей сестрой и ее мужем Броном Иосиф покинул Палестину и обосновался в некой стране далеко на западе, где они проповедовали христианство. Таким образом Роберт де Борн недвусмысленно связывает Грааль с христианской традицией. Кельтские, ирландские и валийские сказания изобилуют сюжетами о волшебных питающих сосудах. Когда эта сложносоставная фольклорная традиция попала в XII веке во Францию, сочинители попытались в духе своего времени христианизировать ее мотивы. И поскольку Грааль первоначально языческий сосуд, обладающий магическими свойствами, даровал человеку, согласно кельтским сказаниям, чудесное мистическое блаженство, его естественно было связать с христианскими таинствами. Грааль превратился в святой Грааль. А поскольку слово Грааль было непонятное, темное, эта неясность давала свободу для переосмысления, и предмет, который им обозначался, стал пониматься как кубок, чаша причастия. Однако, как уже отмечалось, вопреки огромной популярности сказаний о святом Граале, церковь никогда не признавала Грааль канонической христианской реликвией. За Граалем закрепилась сомнительная слава, сакрального символа организованного еретического движения в границах западного христианского мира. И здесь возникает новая параллель. Дебор, напубликовав свою поэму «Вольно или невольно», раскрыл истоки легенды о Граале. Это гностическая Еланглия от Никодима, где подробно изложен миф об Иосифе «Чаши и копье». Значит, именно взгляды гностиков лежат в основе всех основных еретических течений на территории средневековой Европы. Приблизительно в те годы, когда Деборн писал свою поэму, Вольфран фон Эшенбах, знаменитый немецкий поэт того времени, создал «Парцефаля» собственную версию незавершенной кретином де Труа поэмы о Граале. Как и прочие, Вольфрам говорил, что воспользовался старинными источниками и ссылался на одного провансайского трубадура, который написал свою повесть на арабском языке, живя в испанском городе. Совершенно запутанная история. В своей поэме Вольфрам утверждал, что Грааль хранил рыцарский орден, в названии которого легко угадывается знаменитый орден тамплиеров. Стоит также отметить, что некоторые исследователи считают, что первичное ядро легенды о Граале имеет не кельтское, а восточное происхождение и что в конечном итоге именно на востоке следует искать ее корни. Полагают, что в мавританскую культуру Испании, а из нее в христианскую, эта легенда пришла из Аравии или даже из Персии. Другие же считают родиной этой легенды Индию. И поэтому в ряде эпических песен, как, например, у Вольфрама фон Эшенбаха, Грааль возвращается из греховной Европы назад в Индию. В поэме Эшенбаха чисто христианские элементы отодвинуты на второй план и прослеживается терпимость, даже любовь к людям Востока. Постепенно легенды о Граале перестали занимать внимание по священной публике, уйдя в область народных преданий. Но тень реликвии незримо осеняла многие события средневековой Европы. Чешские табориты шли в бой под знаменем с изображением священной чаши, в которой легко угадывается Грааль. И знание гностиков не умерло с разгромом катаров и темплиеров. Оно продолжало жить в среде многочисленных тайных орденов и организаций, которыми изобилует история XII-XIX веков. Оно оказалось востребовано в начале XX века, когда оккультное общество, возникшее в Германии в 1918 начало разработку оккультно-мистической базы национал-социализма. А вместе с учением гностиков оказался востребованным и святой Грааль. Первоначально поиски Грааля возглавил некий Отто Ран, один из разработчиков нордической теории. В начале 30-х годов XX столетия он посетил развалины Монсигюра, но, насколько можно судить, серьезных поисков не вел, а по результатам поездки выпустил книгу «Крестовый поход против Грааля», где именует Грааль чашей небелунгов. А в 1937 году, после своей второй поездки, Ран неожиданно исчез. О его судьбе до сих пор ничего не известно. В июне 1943 года в Монсигюр из Германии прибыла большая экспедиция, которая вела работы в пещерах до весны 1944 года. И хотя она ничего не нашла, система подземных укрытий и ходов, проложенных катарами в скальном грунте под Монсигюром, по мнению археологов, позволяет надеяться на то, что Грааль может находиться там. Впрочем, недоступных тайников в средневековой Европе было очень много. Вот так, друзья. На этом всё. Пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки, мне очень интересно и важно ваше мнение. Я желаю всем мира, здоровья и благополучия. Встретимся в следующем видео. А пока, пока. Пока.